На вахту памяти помимо волонтеров выезжают специалисты различных федеральных ведомств, так как к поисковикам присоединился судебный пристав из Сыктывкара Руслан Кадымов. Причем для поездки он использовал свой трудовой отпуск. Репортаж Любови Лапиной. Две недели вахты позади. Руслан Кадымов опять в служебной форме. Признается, когда из Москвы поступило приглашение, даже раздумывать не стал. Согласился сразу. Хотя ни разу не ходил по ходу, уж тем более не жил в полевых условиях. Но для него история Отечества очень интересна. И поучаствовать в вахте памяти – дело чести. Очень-очень много настрела, очень много осколков. Работать с приборами очень сложно, потому что земля буквально нашпигована железом, металлом. Многочисленные сигналы. И разобраться в них здесь нужно, наверное, чутье, талант и немного везения, видимо. Сегодня Руслан говорит, ничего сложного в полевой жизни не оказалось. Гораздо труднее на вахте в эмоциональном плане. Чувства там переполняло. Потому что все равно как бы начинаешь представлять, что здесь происходило, как было им тяжело. Ой, так душа плакала, если честно говоря. Слов нет. Не знаю даже, как это все выразить. Эти эмоции, переживания, впечатления. Возле поселка Евдокимовка Брянской области в одной из ям обнаружили целый склад боеприпасов. Позже наткнулись на целое захоронение. С глубины почти в 6 метров подняли останки 53 бойцов. Нашли два именных медальона. Первый оказался нечитаемым. Его сразу отправили на экспертизу в Москву. А вот второй заговорил. Поисковики не только разобрали имя бойца, но благодаря ему узнали имена еще 30 красноармейцев. Мы подняли архивы, начали смотреть. Командир, не помню, сейчас не смогу сказать. Командир там писал то ли записки, то ли как. То, что 30 бойцов пропали, ну знали то, что погибли, а где их были захоронены, никто не знал. Вот получается то, что по этому медальону смогли установить вот этих 30 красноармейцев, советских солдат. Все останки перезахоронили, но работа, как говорит Руслан, на этом не закончилась. Сейчас поисковики разыскивают любые данные о родственниках поднятых солдат. Сам судебный пристав признается, увиденное его так потрясло, что он готов еще не один раз выехать на раскопки.